Можем рассказать только о том, как мы себе это представляем, а дальше очень бы хотелось попробовать ответить на ваши прямые запросы, потому что у нас там заявлено, что поделимся опытом. Вообще, думаю, самое классное, если была небольшая работа на части, дальше мы прям взяли бы попробовали вместе что-нибудь поделать. Ну, это если мы успеем, если получится, если договоримся. Хорошо? Так? Окей, тогда давайте таким образом. Значит, смотрите, вот конкретно я представляю игротехническую мастерскую Ворон на мосту. Это у нас там в Петербурге есть такая вот игротехническая мастерская. Мы вот уже полтора года работаем как эта организация и вот из этой формы делаем разные игры со школьниками, с маленькими детьми, со взрослыми. Ну, там, до пенсионного возраста еще не дошли, но, может быть, дойдем. Давайте так. Попробуем определить, что такое игра. Мы вчера вот с Ваней там вас спрашивали, там, что вы считаете по этому поводу, там, для чего нужна игра. И ответов, по-моему, было предостаточно, то есть кажется, что вещь полезная. Игр много очень-очень разных. Есть там, не знаю, есть спортивные игры, есть вот игры типа того, что мы вчера проводили, есть еще какие-то игры, там, я не знаю, ну, какие-то, настольные игры, да, там, не знаю, какие еще? Вот, что еще приходит в голову? Напольные. Напольные. Какие? Форумные, да, игры, там, это скорее дедиловые, да, игры? Ну, спортивные, да. И тут возникает вопрос, а как вообще игру классифицировать, к чему ее отнести? Ну, то есть, вот там, не знаю, вчера была игра, это была какая игра ваша? Безумная. Безумная ролевая, да, хорошо. Безумная ролевая игра. Не записываем. Не записываем, потому что это не классификация. Значит, мы придумали такой очень простой способ. Смотрите, любую игру, казалось бы, казалось бы, можно классифицировать по главному, основному, игрообразующему элементу. Это что значит? Это значит, что вот берем какую-нибудь игру, допустим, футбол. Ну, вот все же футбол знают, да, это же тоже игра. Ну, спортивная игра, казалось бы, да. И пытаемся понять, а какие элементы в ней вообще есть? Ну, там есть две команды, да, по сколько-то человек? По 12? По 11 человек. Ну, я просто не специалист футболя. По 11 человек. Есть поле, есть какие-то правила, есть какой-то мячик, да, с которым они там как-то взаимодействуют. И вот пытаемся оттуда что-нибудь убрать. Сразу же там. Вот, допустим, если мы уберем оттуда зрителей, игра будет играться? Будет играться. Будет играться. А если уберем оттуда одну команду? Это будет тренировка. Есть статистические поражения в футболе, когда команда спрофессирована и есть. А игра получается при этом? Да. Если мячик убрать, то тоже не очень получается. Таким образом мы получаем, что вот в этой игре... А, кстати, если уберем поле, игра получится? А вот в варенье что-то не играл, то сколько? Все получается, да. Я там со своими детьми играю в квартире, там, в маленькой комнате. Вполне себе даже в футбол. Вот. И все получается. Так вот, чего вот такое самое важное, чего из игры из этой не убрать? Мячик. Мячик. Соревнование двух сторон. Соревнование двух сторон. Совершенно верно. Если убрать из этой игры соревновательный элемент, игра вообще не получится. Получится что-нибудь другое. Таким образом мы получаем, что вот в этой игре самое важное соревнование. Ну и, соответственно, правила, потому что без этих правил получится уже какая-нибудь другая игра. Там американский футбол, не знаю, какой-нибудь футбол без правил, там, еще что-нибудь. Давайте возьмем какую-нибудь другую игру, которую все знают. В мафию, знаете, да, игра? Угу. Вот что мы оттуда можем убрать, что не можем? Ну да, игроков мы можем поменять, да? А, кстати, по вашему мафия, это игра какого типа, класса? Ну, ролевая. Классная. Классная, хорошо, а еще? Ролевая. Ролевая игра, да, поскольку нам дают вообще какие-то роли. Ну, там, вот мы, там кто-то... Да, например. Ну... Можно ли роли оттуда убрать? Можно. Можно, да, потому что совершенно неважно. Если мы будем называть это, там, не мафией, а мирными жителями, мы будем называть как-нибудь по-другому, все равно вот эта механика будет работать. А чего брать нельзя? Да, 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 да. Я вот про это. Ролевое, извините. Совершенно верно. Оттуда невозможно убрать вот это вот разделение на то, что есть мирные жители, ну, то есть, вот есть те, кто там просыпается днем, и те, кто там просыпается ночью. Таким образом, ну, давайте я сразу буду сокращать время, таким образом получается, что функциональной роли из этой игры убрать нельзя, игра не получится тогда, да? Так у нас получается, что это функциональная ролевая игра. Ну, бывают роли содержательные, да, когда я, там, кто-то такой, там, у меня какая-то есть огромная история, но у меня еще есть какая-то функция. Я король, и я конкретно выполняю какие-то конкретные обязанности. Понятно, да? Ну, хорошо. Вот таким образом вы можете сами... Дело в том, что вот этот вот метод, он позволяет абсолютно самостоятельно при встрече с любой игрой таким образом разобраться, что тут самое важное. И таким образом классифицировать игру. На самом деле, классификаций не существует никаких вот прибитых ни на Западе, ни у нас. Ну, то есть, есть такое разделение, что есть вот большое направление LARP. Большие там, вот есть это ролевые игры всякие разные, да? И в этом направлении там столько всякого разного, да? Есть очень большое направление ситуационных игр. Это когда в игре самое важное, это та ситуация, в которую мы попадаем, как игроки или один игрок. Там есть огромное направление квесты. Ну, сейчас, наверное, тоже встречались. По-моему, уже везде есть эти квесты. Там в каждой бочке вообще затычка, да? И это тоже огромное направление, в котором очень много можно найти подразделений каких-то. Так вот, если вам интересно про это разбираться, можете прям сами брать игру. У вас встретились с игрой, там, почитали правила, поиграли. Попробовали вы туда вычтените вот главный игрообразующий элемент. Это сразу же поможет вам понять, а на чем это вообще вся игра строится, то есть вокруг чего заворачивается. А все остальное – это уже там всякие навороты. Роли добавили, там, что-нибудь еще такое добавили, антураж добавили, добавили какой-нибудь отыгрыш, получилась совсем ролевая игра. Добавили музычки, там, добавили костюмчиков, получилась театральная игра. Добавили там две команды, сразу же получилась еще и спортивная игра. Вот. В этом смысле самое важное – это то, вокруг чего ваша игра там будет строиться, если вы собираетесь какую-нибудь игру делать. А если, наверное, это… Я вам сейчас расскажу про три основных школы игротехники, которые есть, ну, скажем так, ну, наверное, не могу сказать на востоке, но точно не на западе. Хотя на западе их тоже там много где принимают и понимают, но есть немножко тоже другие деления. Итак, давайте. Ну, а школа, вы понимаете, да, школа – это, как бы, большой, большой такой класс, который может входить очень-очень много что. Вот. Это помогает, вот это понимание про эти три школы помогает в некоторой ориентации вот среди этого огромного количества игр, чтобы только понимать, с чем мы сейчас имеем дело. Итак, давайте. Первая школа прокуратура «Мороскар» – это театральная школа. Школа театральной игротехники. Угу. Вот какие игры сюда могут быть отнесены, по-вашему? Да. Ролевые игры, безусловно. Огромная часть ролевых игр, костюмированных в том числе, попадает в школу театральной мегротехники. Форум театр? Я не знаю, что такое форум театр. Ну, поясните, а то спикер не в курсе. Я понял, вот это то, что проводится, да, как раз на всяких там форумах, когда нам нужно что-нибудь такое… Психологические игры, да. Психологические игры, да. Ну, смотрите, здесь психологические тренинги. И это тоже может попадать в школу театральной игротехники, потому что, смотрите, здесь очень такая простая штука. Вот здесь сейчас уже пойдет речь не про главный там, игрообразующий элемент, а скорее то, на чем строится вообще подход. Театр, театр вообще, он про проживание, он про какие-то чувства, про какие-то переживания, про какие-то эмоции, какие-то ощущения, что там все равно происходит. Ну, все, кто был в театре, наверное, должны понимать, что, конечно, мы смотрим, мы мыслим, мы как-то воспринимаем, что там происходит, но театр случается тогда, когда я полностью во все это погружаюсь, начинаю это переживать, начинаю это чувствовать, что там такое вот мне показывать, соответственно, погружаюсь в эту штуку. Так вот, школа театральной игротехники, она построена именно на этом. Вся игра работает на то, чтобы участники, чтобы игроки начали что-то такое переживать. Поэтому театральная игротехника не внушается никакими средствами для этого. Любые костюмы, любая мута, вообще любой антураж в этом месте – это очень важная вещь. Поскольку антураж – это такие тоже средства выражения, да, с помощью которых мы можем человека погрузить в какое-то определенное состояние. Ну и плюс, здесь, конечно, будет культ важно, это как-то так, не знаю, как оно работает, да ладно. Конечно, будет ролевая составляющая, потому что, соответственно, очень часто для того, чтобы человеку начать что-то переживать, если он не сидит и не смотрит, поскольку он же игрок, он же должен там участвовать, он должен что-то делать, лучше всего пользоваться именно ролями, потому что ровно через роль человек может начать что-то такое другое переживать, да. То есть если я в течение одного дня, там, или нескольких часов, я пытаюсь изобразить из себя короля, то есть так вот я хожу в обычной одежде, да, а только я совсем-совсем другой одежде, да, и еще у меня есть какие-то подданные, которые я прихожу, я так рукой делаю, они такие, хоп, упали на колени. Я себя совсем по-другому буду чувствовать, да, вот я в обычной жизни так не могу сделать, ну-ка на колени все. Никто не пошел, что-то не падает на колени, да, ну вот. Да, и, наверное, в игре бы мне было печально. Поэтому в основном театральная школа, конечно, это ролевые игры, причем совершенно не обязательно они, это должны быть такие содержательные роли, это может быть вполне себе функционал, в смысле того, что есть сейчас огромный класс ролевых игр, это реконструкция, может быть, вы видели сейчас там вообще в любом месте, где есть замок, по-моему, периодически происходят какие-нибудь реконструкции, и без замка. Да, 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 и сейчас вот даже еще появилась такая ультрасовременная вещь, я не знаю, ну, наверное, вы с этим встречались, это всякие ребята, которые играют там в страйкбол или в пейнбол, они начинают реконструировать уже вот буквально то, что происходит прямо сейчас. Вот там где-нибудь, пришел конфликт, там, между кем-нибудь и кем-нибудь, они такие, хоба, собрались, там, оделись в эти костюмы, и давай бегать. Вот, и говорят, что тоже все работает, я ни разу не был, не знаю, но это тоже имеет отношение к театральной игре, хотя, конечно, это такая, там, страйбол, это вообще спортивная игра, вот, но, когда, да, с антуражем, соответственно, еще, знаете, оказывается, у них даже есть танки, я вот, гранаты, да, вообще все, я вот не так давно слушал про все это, и я был в некотором шоке, то есть, оказалось, что это целый мир, в который вообще можно не вылезать. Хорошо. Это про театральную школу, и здесь очень важный момент, что если у нас есть какая-то задача на игру, ну, вот, вот, чуть позже я хотел, собственно, про это поговорить, что зачем делать игру, да, это вот мы вчера спрашивали про то, что зачем игра нужна, и понятно, что бывает такое, что игра нужна, ну, и правда, для того, чтобы, там, для развлечения, для отдыха, еще для чего-то такого, и, ну, в этом месте там все понятно. Чем более качественный будет процесс, да, чем больше он будет отличаться от обычной жизни, тем лучше это, скорее всего, получится, да, но еще бывает так, что, вот, есть такие специальные люди, которые на игры ставят какие-то очень специальные задачи, вот, там, например, в нашей вчерашней игре у нас там было много задач, в основном они все сводились к тому, что мы хотели о чем-то поговорить, вот, между друг другом и с игроками, и вообще все вместе, да, но это были какие-то очень конкретные темы, для этого мы там зарубились на два месяца, то есть, прям, такая оказалась нетривиальная задача. Так вот, про задачи, соответственно, в театральной игротехнике, ну, то есть, школу театральной игротехники, очень часто это как раз про то, что мы именно хотим создать какое-то событие, которое нас бы зацепило, то есть, такие сильные переживания, сильные впечатления, когда я приехал на игру, да, и так по жизни я там кто-то, вот, а тут я, вот, правда, побыл, там, в роли участника этих каких-то событий, там, не знаю, Бородинского сражения, или, не знаю, там, не знаю, чего там современно, или, там, позахватывал звезду смерти, вот, вместе с остальными, там, повстанцами, ну, в общем, приобщился к каким-то сильным впечатлениям, сильным переживаниям. Бывает так, что и театральные игры тоже используются для каких-то других задач, для того, чтобы, там, разобраться с какой-то темой, для того, чтобы погрузить людей в какие-то определенные состояния, а потом с этим тоже что-то делать, ну, допустим, вот, не знаю, у нас есть какое-нибудь, там, такое событие, которое чему-нибудь, чему-нибудь посвящено, допустим, собрали, вот, представь себе, что собрались какие-нибудь правозащитники, вот, на какой-нибудь там форум, вот, и у них есть какая-то, какая-то конкретная тема, да, не знаю, какие темы бывают у правозащитников. да и да можно можно показать хороший фильм про рабство наверное можно поиграть насколько я знаю про театральную школу рабство именно вот эта тема вообще и и многие мастера боятся ну потому что знаете про станцию сенсорский эксперимент да знаете эту тему да люди на это попадают но просто на раз но просто вообще то есть совершенно милые там добрые замечательные хорошие там и вообще там не знаю но казалось бы до солнца прекрасные люди вдруг превращаются в каких-то непонятно кого что про рабство да 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 был такой опыт когда вдруг человек ну там не вдруг то есть мы там догадывались что скорее всего это как-то повлияет но вот вот это преображение оно прямо происходит на глазах причем самое интересное что даже когда вот я в это игра я сам все понимаю вот я это рефлексирует прям прям по ходу что у меня сейчас вот как то что у меня по игре есть над тобой допустим какая-то какая-то власть причем такая вот и я как бы все понимаю я как бы думаю но я же все знает я я же как бы это но чем больше мы погружаемся в игру тем больше чем чаще начинаю делать вот так вот и до палочки ломать и все остальное вот я кстати вчера в какой-то момент задумывался не сломать ли мне палочку хотя я даже знал про что это и тоже как бы но прям порыв такой он ощущается в этом смысле и театральной школы для для сильных переживаний как нельзя подходит лучше то есть если вы хотите чтобы человек максимально погрузился единственное что имейте ввиду что как бы сильное погружение означает что для человека все это произойдет он все это будет как бы помнить обязательно с этим надо будет потом что-то делать есть такой момент хотя на больших игр где-то полторы тысячи человек участвует на понятно дело что с ним потом рефлексии никто не проводит но до карты человек просто невозможно он приходит все каким-то образом до хотят он тоже очень часто вот я вчера сказал про этот опыт где он там всю игру посидел в тюрьме да и и после то что провести рефлексию трудно но вот он сам справился провести рефлексии рефлексирует по моему всю оставшуюся жизнь даже из этого рождаются какие-то его деятельности хорошо примерно понятно про театральную школу что это такое да ну то есть казалось бы никаких таких условных вещей не рассказывать и дальше модельная школа игротехники модельной школы игротехники здесь основную вещью является модель значит смотрите любая игра вообще любая игра эта модель в некотором смысле да потому что мы в игре уберем что-то кому-то очень легко рассмотреть на таком простом примере что я вчера даже кому-то рассказывал да про шахматы шахматы все знают войны совершенно верно она так и задумывалась когда-то и практически все игры они каким-то образом моделирует какой-то кусочек реальности да как бы переводя его из вот каких-то больших таких масштабов более в более мелкие то есть как как правило игра масштабирует какой-то ну какой-либо процессы который берется и каким-то образом моделирует то есть мы берем и вычленяем там вот в этом процессе который который про который хотим играть вычиняем какие-то ключевые вещи а потом переводим их более простые формы но и более доступны потому что там допустим там вот стоишь там театральной школе да мы хотим чтобы люди почувствовали себя там в каком-то большом такая участникам большого события нам для этого не нужно вас там реально две страны взять дав который будет там по 40 миллионов жителей достаточно взять там 200 человек сказать что вот там ваш территорию тут ваш территорию тут вы можете ходить а тут не можете как бы это них а при этом там вода которую можно пить она на этой территории а леска из которого можно дал обратен на этой территории и все получается как бы вполне себе как бы все это история все это переживают если школе театральной игротехники а основная ставка идет на переживание и на то чтобы человек там погрузился все это ощутил на себе почувствовал там на своей школе да и понятно дело что основным таким основной такой вещи будет именно вот то что человек чувствует то в школе модельный там модельной игротехника они ставят свою задачу скорее понимание чтобы человек разобрался в каком-то процессе осознал для этого не обязательно как бы вот сильно сильно погружаться даже про рабство и не не обязательно это переживать недостаточно например понять ну то есть если я каким-то образом через какой-то процесс до начинают понимать про рабство что там понимать ну я все но буду приобщать чувственно да скорее всего потому что там есть сильные переживания то месяц там про справедливость и справедливость еще что-то но я могу понять сам процесс вот например там это самый это самый стенсорский эксперимент да это же вот такая моделька которая позволила потом многим-многим нет сам сама игра была конечно театральная но как мы ее все знаем для нас это некоторая модель которая отражает реальность что мы теперь все знаем да многие поколения многих людей знает о том что вообще это оказывается если людей поместить определенный функционал по отношению друг другу друг выяснится что там обычной жизни они домохозяйки вот а тут они превращаются в злобных монстров там или наоборот несчастных жертв монополия это классическая модельная игра когда мы берем большой процесс там экономики каких-то финансов большого бизнеса и сводим его до каких-то элементарных вещей но при этом по сути вот монополия считается лучшей экономической игрой всех времен и народов и не знаю почему ну так почему-то считается да там конечно берется как какая-то какая-то моделька на на которую строится вот этот вот процесс и мало того даже я вот когда играл на поле я так понимала примерно понятно как надо как надо очень там продавать воротить гигантские динамики еще чего-то такое да здесь просто очень важный момент что самом деле если вы хотите вот у вас есть какие-то задачи на игру чтобы люди поиграли да ну понятно же да что игра позволяет там многие вещи пережить почувствовать в таком сжатом времени да и там в общем-то ревого весело там ну по-разному еще любом случае это как бы позволяет не воспроизводить весь процесс а как-то свести его до минимальных сроков так вот здесь у вас на на игру стоят такие задачи что люди должны разобраться в чем-то то лучше конечно пользоваться там школа модельной игротехники потому что это можно без всяких костюмов без без всякой по музыке без всякого антуража можно просто через простые правила через какие-то конкретные техники донести до людей какие-то конкретные мысли и предложить им способ об этом подумать и поговорить да и соответственно тут важная такая штука что соответственно если в любой школе будет вещь про то что если вы берете тему вам придется не разбираться но если в первом случае в театральной игротехники вы больше понимаете про то впечатление про ощущение каким образом там людей погрузить в это то в модельной игротехники конечно необходимо разбираться с тем что а каким-то замечательным простым образом нам нужно смоделировать вот этот процесс то есть выделив самое самое главное перевести на какие-то очень простые вещи и предложить людям чтобы они соответственно вот это прям поделали и там самое главное просто модельной игротехники с ним такой процесс есть игротехники мастера который берут процесс вычленяет главное запаковывать запаковывать каких-то простых простых элементарных вещей потом как приходят игроки которые начинают это играть и постепенно это распаковывают какие там играют там что такое простое делать там вот играют шахматы блин так это же на самом деле война и соответственно как потом идет этот длительный процесс распаковки это вообще такая сложная тема про то что запаковка распаковка переупаковка об этом не стоит сейчас говорить но просто вода важно понимать что соответственно в любой в любой игре модельной школы это будет это будет занимать больше всего времени вот это понимание что там ключевое из запаковка это в какие-то вот модельки давайте третье третье школа мистериально хорошо это я задал с вопросом потому что есть несколько названий ты сейчас запишите реально я скажу на словах что есть такое название символ школа символьной игротехники школа вертикальной игры или школа мистериальной игротехники о чем идет речь что такое мистерия вам понятно вот тогда тайна да ну да тайна там тоже присутствует значит чтобы про это рассказать давайте просто обратимся к тому откуда это появилось древняя греция допустим да не знаю четыре с половиной тысячи лет назад не знаю не знаю когда неважно давайте просто возьмем очень такой простой простой пример но не знаю сколько он простой на самом деле например есть такое понятие мистерии люди пользовались тогда это называлось по-другому пользовались этим вот зачем это как правило некоторые события в котором участвует большое количество людей которые у этого события есть некоторые конкретные задачи на то есть на что оно направлено и люди совершают какие-то ритуальные действия и в процессе того что они делают реальность должна как-то измениться каким-то таким особенным образом что должно удовлетворить эти их задачи давайте на примере вот той же самой древней греции люди периодически собираются от не только были собирались на какие-то мистериальные такие действия например перед началом года необходимо было принести мистерию плодородия иначе ничего не вырастет у них тогда мышление было в принципе мистическое не как не как у нас это мы сейчас знаем что для того чтобы вообще-то до выражая нам нужно поливать нам нужны там удобрения микроэлементы нам нужно солнышко мы понимаем как все устроено они представляли себе иначе они представляли себе что у всего есть духи души какие-то у всего есть там боги если или или не боги на какие-то покровители для того чтобы допустим вырос выражать можно конкретно поговорить с покровителем этого поля там принести ему жертву или выйти с ним на какой-то содержательный диалог чтобы вот соответственно все случилось и для этого проводилась мистерия примерно понятно ну то есть это какие-то ритуалы какие-то ритуалы я просто не хотел заносить слово ритуал потому что она бывает что плохо коннотировано там темный ритуал еще какой-то да 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 как правило это что на крестный ход это в некотором смысле тоже мистерии там просто очень важно такая очень важно такое есть очень важное место что в нашем сейчас современном понимании все вот эти ритуалы даже если человек там находится внутри какой-то религии если он там сильно воцерковлен все равно у нас к этому отношении несколько иное тогда люди понимали что если это не сделать если мистерия не произойдет никакого выражая реально не будет но смысле это прям была их реальность мы понимаем сейчас что если я там ну допустим что если для меня это важно да вот там есть крестный ход который происходит я к сожалению не очень в теме не помню когда он там должен происходить на по-разному да ну в общем к это какое-то такое там событие да и ну да и вот я на него могу попасть на хорошо мы плохо это знаем вот я могу не восходить и это будет важно если на него не скажу то принципе ничего страшного да ну как бы на схожу в следующем году вот это не месть не мистическое сознание не мистериальное отношение да поэтому тут есть такой сложный момент давайте попробуем определить в современном мире что имеется ввиду под мистериальной школы смотрите основным ключевым вот местом игры и вот тут надо это просто понять является такая вещь что в процессе игры для всех кто в этой игре участвует не важно кто там мастера у микротехники или участники или там просто рядом постояли но вы участник этого события вот для всех этих людей в процессе игры реальность должна измениться причем есть два уровня первый уровень это когда наше субъективное восприятие реальности должно поменяться грубо говоря в процессе игры мы вдруг все каким-то образом только должно для всех произойти каким-то образом еще будут очень грубые вещи говорить вот потом перейдем более более тонкие более сложные грубо говоря мы в процессе игры все вдруг видим что солнце стало зеленым да это грубо да но почему-то мы вот так вот играли за соответственно нас по игре как бы солнце позеленело не знаю почему ну при ли там не знаю появились какие-то силы которые наши солнце сделали сделали зеленым на самом деле солнце висит вот такое какое оно есть нет 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 не надо относить это ни каким ни каким да никаким веществом там никакому алкоголю игры это вообще не про это нет я хочу ну можно другой как например может совсем уж грубый да давайте может быть не может быть правда чуть потоньше пример какой мы в процессе игры вдруг все ощутили какую-то для нас до всех произошло какое-то такое событие вот процессе которого мы все видим и понимаем или чувствуем какую-то одну вещь допустим мы все прорубились там про это рабство да вдруг все ощутили насколько это рабство у меня просто она внутри супер минус оценено поэтому я не могу говорить о том что это хорошая вещь вот что даже даже можно еще больше то раскрыть что мы вдруг все понимаем что мы между собой вот какими-то цельце как-то связаны и вот там вот это многовековая история рабство на земле она вот просто как бы то что сейчас нет рабстве там четыре года назад три года назад в последних двух странах отменили рабство да это не прошло для нас бесследно мы все связаны все связаны цепями и еще много лет человечество от этого не избавится но вдруг все это начинаем переживать но не вдруг смысле там была игра там много чего происходило мы там вот находились разных каких-то отношениях между друг другом вот мы все это понимаем и прямо ощущаем это физически и для нас субъективно это часть реальности наше восприятие реальности стало иным при этом если я выйду на улицу это то что вчера там кто-то говорил то что если я выйду на улицу сломаю эту палочку да как бы меня не поймут то есть и там в морду не дадут но по крайней мере как бы скажут там тип ты чего да если я выйду за пространство игры люди этого не чувствуют а вот здесь мы с вами там в течение там двух дней играли прямо то ощущаем наше восприятие реальности она изменилась так вот мистериальная игра работает именно на это чтобы изменилась говорю субъективно хотя имею ввиду на какое-то количество людей но субъективно смысле того что субъективно для вот этих людей которые играли восприятие реальности изменилась есть второй уровень когда изменилась объективное восприятие реальности когда мы чувствуем что мы все связаны цепями мы выходим на улицу и там люди тоже чувствуют что связаны цепи они начинают с нами встречаться там я под коробку незнакомого человека говорит ты чувствуешь эту связь вот эти цепи которые на нас лежат он говорит да я тоже чувствую я не знаю бывает ли такое но смысле того что то что я сейчас рассказываю это как бы уже там местами за пределами просто понимание да давайте говорить в основном я тоже такого не видел давайте будем говорить пока про вот этот первый уровень о том что для для всех происходит такое событие в котором субъективное восприятие реальности меняется настолько что вот это прям очень сильно ощущается это понятно это просто довольно сложная такая штука это важно понимать что вот это мистеральная школа игротехники может использовать любые инструменты там и антураж и модель и все что угодно но там очень важная штука какие задачи ставятся на игру то есть если у них группа людей которые с одной стороны сами готовы на то чтобы их восприятие реальности изменилась какой-то область то есть они грубо говоря готова к некоторой трансформации вот они такие каким-то образом вот под этим подписались они заявились они там прям хотят этого из-за гортаны там если я делать игру у меня есть такая задача на то чтобы с этой группой людей что-то очень сильное произошло на самом деле это можно знаете попробовать перевести более понятный уровень что на более понятный уровень знаете наверное многие из вас сталкивались современной жизни с какими-нибудь восточными или западными практиками медитативными медитативными какими-то разными сталкивали же там не знаю випассану например есть знаете что такое да вообще их очень-очень много всяких разных да люди которые по-честному проходят какой-то там вот этот не знаю там условно курс или какой-то там цикл да они потом рассказывают о том что со мной происходило очень много что я пас и не дай я только умозрительно себе могу представить что там происходит но есть там ваня не приезжают они потом пас факту расскажет что реально там когда-то 10 ниже и что вот таким образом а там ну примерно предсказать это что сию что происходит скажи пару слов что происходит в этом процессе я пишу просто правило не про то что происходит внутри на десять дней я беру обед молчания и исследования расписанию большую часть времени я провожу в холле где я просто в молчании наблюдаю за ощущениями в своем теле и там не просто ничего не делать там все задачи наблюдать да и как бы очень скудная еда поскольку я знаю и очень по расписанию смысле я вот ем тогда когда хочу вот а там не так четкое расписание раннего подъема и присутствие в зале присутствие в на кухне когда можно поесть присутствие в своей комнате когда можно зачем это нужно это там вопрос но в любом случае там большинство людей которые вот там с первых трех часов оттуда не свинтили с криком о том что боже какой кошмар рассказывает о том что для них очень много что изменилось но это правда так представьте себе десять дней ничего не говоря мы все время трепемся все время по делу без дела там даже сами с собой а тут 10 дней нужно молчать начнем что-то происходить мистеральная школа агротехники и такие тоже используют методы все зависит от той задачи которая перед вами стоит если вы хотите что-то с людьми произошло событие которое по масштабу может вообще перекрыть все что происходило с ними до этого то вам сюда но это редкая вообще такая штука нам важно было про это сказать потому что это тоже сейчас есть и это начинает много-много-много людей идут на это вот и зачем-то это нужно прям целые огромные игры проходят мистериальные пока понятно это все довольно трудно и много по этому поводу споров и вообще никто еще не понимает зачем это и и внутри очень много споров а вот это мистерии и мистерии произошло это события не произошло или все друг дружку обманули или правда лучше грибов обожраться всем и тоже в общем произойдет событие и у всех будет какое-то там изменение восприятие реальности в общем здесь очень много спорных и сложных моментов однако такое тоже присутствует окей теперь смотрите вот мы работаем в основном наверное в школе модельной игротехники да то есть мы берем какие-то большие процессы хотим про них поговорить о них поговорить хотим как-то их пережить и пытаемся их замоделировать вот про вчерашнюю игру давайте я вам попробую ее определить вчерашняя игра метила как это ни странно метила-метила мы так задумались смотрите она метила в третью школу она метила в школу мистериальной игротехники потому что основной нашей из наших задач было то что мы хотим создать событие которое произойдет для всех участников вот и она будет каким-то вот она там будет ну можно сказать там радостным или не радостным или грустным важно что произошло такое событие которое пережили все с одной стороны но в большей степени конечно это была модельная школа потому что мы брали какие-то вещи да там вот с этой картой с этими треугольниками мы прям вот там пытались осмыслить а как люди вообще понимают про ценности как они между собой продоковариваются да и все это доводили до каких-то конкретных моделек да вот берем три ценности собираем их треугольных вот вам как бы моделирование процесса работа над ценностями вот берем там столы за которыми людьми рисуют там танцуют еще что-то вот моделируем процесс упаковки ценностей да потому что мы перед этим соответственно разбираемся как вообще ценности люди переносит да мы каким образом между собой ценностями делимся кроме того что мы просто имплицитно друг друга снимаем да ну конечно это искусство конечно это творчество да что мы пишем книги мы создаем картины там не знаю делаем спектакли и туда вкладываем ценности книги которые написаны не про это мы вообще не очень ценим в смысле как правило мы там что там маринина не мы такое не читаем как бы это не про это как бы это такое чтиво бульварное просто чтобы занять время да но при этом все понимаем что вот там есть там не знаю март есть там толстой есть достоевский да мы моделируем этот процесс поэтому в основном конечно по инструментарию это была модельная школа игротехники понятно были какие-то ролевые элементы но это были просто так вот вот такие вот малюсенькие да какие-то вещи которые в общем были даже не самые важные да а игроки вообще были вот мы сказали выиграть сами себя в смысле у вас никакой конкретной роли нет ну что собственно и происходило примерно это все понятно да какого как то вот сейчас мы там обрисовали картинку теперь можем в этом поле говорить время у нас осталось домино ну давай попробуем сразу разобрать и с тобой о чем я говорил вот если не про школы нет конечно она попадает в модельную школу потому что все спортивные игры практически все спортивные игры я правда не знаю куда попадает керлинг вот я никуда его не могу отнести ну почти все остальные мистериальная игра да скорее всего потому что ну и иначе как я думаю что так когда ты вот это делаешь у тебя должна меняться реальность просто вот но в основном все все конечно спортивные игры они попадают в модельную игротеку потому что они все на соревновательность а это моделирует один и тот же процесс все время вот ну мы просто меряемся кто из нас круче вот таким образом всяким образом зависит от того что у нас там вот есть очень интересное очень интересное такое сейчас явление есть гигантские прям турниры олимпиады по компьютерным играм есть игра такая старкрафт знаете не знаете но в общем да есть какие-то компьютерные игры которые стратегически такой я хотел сказать именно про старкафт потому что он считается шахматами 21 века и там есть мастера есть там люди которые это учатся там прямо у них какие то вообще там целые не знаю целый стадион собирает эта история вот я видел в японии ну я видел запись вот в японии правда так там целый стадион на которых собирается там огромное количество людей которые там все внизу два человечка которые сидят вот так вот друг напротив друга за компьютерами вот вот я чего не успеваю понять что происходит просто мне не хватает зрения я понимаю как про что игра но я не понимаю что происходит сейчас вот они играют ну я и в футбол смотрю я смотрю что они все бегают а что происходит сейчас о需要 ну то есть когда мячик у quê и у ворот я понимаю что сейчас на голову забьют это ключевой момент в игре ну я просто не разбираюсь в этом есть люди которые разбираются ну да я просто не понимаю это как бы а люди я вижу они прямо понимают что вот мяч оказался вот здесь ворота там как бы сейчас уже будет происходить наверно с этим старкратом еще короче потому что там вообще что-то все мелькает бегает быстро какие-то взрывы там что-то такое и все переживают это спортивная игра при этом это компьютерная игра стратегическая игра в любом случае это некоторые соревнования которые происходят между меня людьми кто быстрее кто скорее там здесь даже такой момент что мастерс чемпион мира по старкрафту он делает 205 кликов левой кнопкой мыши вот 205 кликов в минуту я пытался посчитать мне даже дремором супер напрягаю мне не получается это сделать вот а если при этом еще двигать вообще не знаю как поэтому продам но в любом случае это будет модель на кратике потому что на что-то моделируют причем очень интересно проекты спортивные карточные игры разбираться есть такая история игр есть некоторое количество книг вот где люди выкапывали из истории а откуда это взялось и что это моделирует то есть как бы какие процессы вот домино наверно тоже что-то моделирует я сейчас пытаюсь представить не знаю но это какая стратегическая игра конечно модельная может быть потому что кстати домино же до играли эти парковцы да и что-то такое для них значило не знаю окей примерно здесь понятно хорошо сколько у нас сейчас времени у нас сейчас сейчас осталось полчаса хорошо можно перейти более интерактивный формат потому что уже устали слушать и говорить можно сейчас без микрофонов потому что сейчас если мы все начнем говорить не можем будем передавать микрофон ну окей хорошо давайте так давайте попробуем вот все-таки поговорить о том что у вас есть какие-то задачи на игры вы то что я спрашивал там хотите участвовать хотите делать там часть народу сказали что мы хотим делать вот там для своих учеников можем сейчас попробовать мы сейчас еще дадим такую очень простую схему она правда совсем элементарно и и недостаточно каждый то чтобы собрать большую полноценную игру на 200 тысяч человек вот но для того чтобы там начать вот просто это делать этого достаточно вот давайте прям чего хочу сделать для кого какие задачи стоят хотелось бы узнать насколько возможно сделать тоже полноценную интересную игру для маленькой аудитории и и для маленькой аудитории что-нибудь возможно сделать это первый момент а второе по каким принципам вообще нужно определять по аудитории каких не знаю цели задачи игры что-нибудь такое понятно понять первая часть вопроса понятно а вторая не очень по каким принципам понимать какая задача есть на аудиторию например вы видите что она собрались правозащитники вы там считается что актуально вот эту тему поднять смотрите как проходил процесс проектирования этой игры до какой-то момент там нас позвали да мы делали совместно это не только там игротехники как проходил давать под процесс создания вчерашней игры ира грудина с которой у нас есть опыт во-первых создание ролевых игр в детском лагере во вторых в хумри тоже совместно работая с никто под обратилась ко мне предложением и просьбой провести игру я дальше обратился к диме спиртнули за низы к процессу и дальше была студия да и было студия ворон на мосту которые вместе пытались понять о чем же мы хотим поговорить вот с друг другом и с этой аудиторией при этом мы очень много посвятили времени разбору того что собственно какие задачи стоят вообще на этот фестиваль да мы тогда выяснили что вот три года шел проект он сейчас там переходит в какую-то следующую фазу из этого родилось очень очень много да соответственно если у тебя есть какая-то конкретная аудитория там твои школьники что у меня уже есть какая-то аудитория которые есть какие-то задачи да у меня с ними есть какие-то задачи и потом я понимаю что он для этого подходит игра в этом смысле попробуем вот у тебя есть школьники возраст 10-14 лет 10-14 лет это класс или что это студия это студия вы там делаете театральная студия студия ну так прям вообще соответственно какой-то ты момент понимаешь что ребятки они театральной студии соответственно они у тебя там учится но видимо каком-то театральному искусству да как ты с ними там работаешь и ты как бы их вы наверно хорошо знаешь и ты понимаешь что вот на круг ну все хорошо все у них получается как бы все замечательно но вот есть ряд таких проблем которые они и 10-14 лет поэтому одни в пубертат ходят другие из пубертатного ходят и у нас сейчас получается такая ситуация что беда с отношениями как бы мальчики с девочками как бы но вообще непонятно что такое происходит нужно как-то с этим работать а у нас еще а мы шекспиры играем там нам надо в любви друг другу признаваться и вот как бы нам нужно вот эту вот гендерную историю как-то сейчас прокачать ну допустим я фантазирую я не знаю как это я просто работаю театральной студии со школьниками 10-14 лет и в какой-то момент у меня была такая ситуация заходишь в класс они сели вот так сидит ряд мальчиков вот так сидит ряд девочек посиди такие странные непонятные пересаживаются пробовать что с этим делать соответственно вот понимаешь что есть такая задача это большая сложность то есть это потребует много заработки и вообще как правило в одно в один ум придумывать игру довольно сложно есть такие мастера которые так делают вот я не знаю как они это делают честно то есть игра это всегда диалог по большей части это полилог вот игра которая вот которые сам с собой играют вообще такое странное явление хотя есть такие игры ну странная в общем вещь поэтому придумать ее лучше всего диалоги а еще лучше полилоги чтобы было еще какое-то количество людей вот давай попробуем сейчас такую съемку нарисуешь нам вот очень простая штука для она для модельной школы придумано но она подходит для театральной для мистеральной нн тоже подходит очень простая вещь у нас есть вот такая схемка значит смотрите причем начинать можно с любого места вот с любого места придумывая самую простую игру можно начинать с любого места мы начнем как бы по логике есть задача вот берем и формулируем задачу необходимо вот с этими школьниками необходимо проработать тему гендерного взаимодействия причем зрелого гендерного взаимодействия допустим такая вещь гигантскую на самом деле задачу взял вот так вот дальше из этой задачи мы пытаемся понять сразу же а модель чего нам нужно ну то есть вот если у нас это гендерное взаимодействие давайте попробуем придумывать модель чего мы будем делать но если гендерное взаимодействие модель чего ну вот это чего мы модель семьи отлично модель отношений да а если копнуть дальше да то а тут можно посмотреть что в истории же это это западноевропейском понимании в современном семья и отношения устроены тогда а две тысячи лет назад день на мартоке вообще по-другому назад где нибудь там еще другой месте вообще по-другому было ну то есть смысле у тебя один муж это как что больная или что как бы что значит на жена ну как бы можно здесь вот еще взять что как бы если мы моделируем отношения я бы стопудово поскольку школьники я бы шагнул бы вообще другую сторону и представил бы сказал бы он что мы ребята мы на было не тянуть как у которых есть три пола это очень работает 45 полов когда есть нечетное количество меняет реально вообще восприятие как это логичный ход когда у нас есть мальчики девочки посерединке они логи как бы не логично непонятно нашел спрессе когда есть там мальчики девочки еще кто-то и отношения общество это всегда только когда и строят то есть и поцветит рождение только в трое у кого для них все очень весело понятно тут надо быть аккуратно чтобы потом не посадили но хорошо мы допустим моделируем семью вот соответственно мы от задачи обозначить задачу приходят сразу модели и пытаемся представить как был у нас есть там семья как можно замоделировать как можно замоделировать семью ну и сам просто процессы точки матери да как бы тут все понятно как бы вот внутри с процессом я тебе мама ты мне папа вот наши детки они сами справляется это сделать более раннем возрасте а вот как бы с ребятком пассаж как это моделирую 30 до растят он пытается играть в этой точки матери воды не как успокоиться причем на деньги как можно замоделировать такую институцию как себе да 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 вот очень просто сам простая штука то что там самая простейшая семья состоит как бы из трех единиц правильно же да ну два человека мы не считаем семьей сейчас все из америки приехали из европы так вот ну хорошо давайте так вот тоже это вот некоторый процесс осмысления да что а я сам то как понимаю для меня семья что и тут это очень важный момент да что если мы в диалоге да то есть если бы я вот один моделирую игру я бы точнее обсчитал от троих вот минимум да вот мы начинаем вместе как бы тут выясняется а как это два человека тоже семья а мне какая нафиг семья вы чем там семья вы чем отличаетесь от любой другой пары в смысле колечками чем там ну и вот это вот все начинается как бы в игре идет уже проработка каких-то содержательных постов мы начинаем про это мыслить вот начинаем что-то понимать и прям в процессе еще прям вот бывает так что мы моделируем моделируем как бы игру группа не ой не я чуть не буду со школьниками про это говорить я сам не пойму чтобы мне кто-нибудь игру провел чтобы я чего-то понял да и поэтому очень часто делаешь игру и потом сам не идешь вот как мы вчера мы сделали эту штуку с палочкой в палочкой работали на всех да и вот не учли масштаба этого всего до что так вот они используются в этом смысле нас игра происходило до 6 утра еще происходило хорошо от двоих ладно модели модели нам нужно создать какую такую ситуацию где люди подлое причем скорее всего мы не будем сразу же гендерно делить да мы просто нам нужно поместить в это какое состояние что такое отличает семью от всего от любого от любой другой пары любых других отношений деловые партнеры друзья любовники что отличает семью от любой другой пары или тройки совместное имущество но есть у нас с тобой там какой-нибудь как я забыл есть такая моделька я не знаю насколько она популярна в россии но в американских школах прямо вот маст хэп это когда их обменяют по пары дают яйцо вот тебе модели абсолютно у них совместно в том случае не имущество это скорее там забота о ребенке как раз потому что дима говорит брат 3 но это абсолютно игровое моделирование когда они должны неделю передавать друг другу яйцо сделать чтобы она не разбилась да есть элементарная вещь это она применяется ну вообще где угодно и там логика очень простая это о том что у нас правда есть нечто общее нечто ценное что мы вдвоем несем это можно понимать как имущество как наши ценности как нашу любовь и как нашу не знаю что моделируются элементарными способами доберется кубик сахара мы стоим друг перед другом зажимаем между носами дальше нам нужно пройти вот это вот самый элементарный уровень да как бы дальше вот это можно раскрывать соответственно вот мы здесь сейчас определили допустим что мы определили что есть нечто что возникает только между этими людьми и что напрямую зависит от действий этих людей если даже вот один хоть на секунду отвернется это упадет вот у нас такая модель хорошо например на себе это писали дальше мы переходим к оболочке просто к сарафанчик у во что мы это влечем инопланетян в какие-то древние и цивилизации придумаем что вы на телешоу все что угодно просто мы одеваем вот нашу модельку в какие-то в какой-то костюмчик чтобы она выглядела более привлекательным более более органично что ли и все на этом месте у нас как получается у нас получилось некоторые условно сейчас соберу то что получилось игра про инопланетян да то есть такая простая штука что прилетают инопланетяне вот и говорят что ребята вот вы допустим школьники ребята можно сейчас полететь к нам посмотреть как мы живем вот и главное правительство согласно вообще все хорошо летите а реки да а ведь и ну как правило до 5 процентов говорят нет не летим запомните есть пять процентов вот до пяти процентов людей которые отказываются играть всегда вчера были пять процентов тоже это нормально если нет пяти процентов если сто процентов ломится в игру что-то не то надо прям чувствовать что что-то не то что-то где-то налажали соответственно да полетели полетели нашу планету как бы следить в космическом корабле и путь андро право там инструкциях как себя вести что поскольку планетка то у нас как бы другая у нас вообще синий карлик они как у вас тут солнышко да а поэтому там другой случай поэтому в этих телах не сможете существовать вот вот к сожалению поэтому для вас подготовили как бы пустые тела соответственно в которым сейчас загрузим аж сознание ну такой аватар соответственно и вот вы можете жить но у нас есть маленькая проблема что вот ну вернее не у нас у нас все хорошо скорее у вас маленькая проблема делается что у вас тут два пола вот а у нас тут три пол да ну и вот чтобы как-то чтобы вы не сильно выделялись а поскольку это секретной операции и для вас и для нас в смысле для вашей планеты для нашей планеты как бы что вы не сильно выделяется вам сейчас пока улететь на корабле необходимо подготовиться к этому поэтому давайте попробуем ну и соответственно дальше вот мы им рассказывать эту штуку и даем кубик сахара на троих на троём невозможно принести кубик сахара как я сразу же говорю мы пробовали вот каким-то другим образом мы моделируем очень просто когда мы стоим там просто вот спиной друг другу втроём да можно показать там можно мы стоим спиной вот вот так чтобы мы друг дружку не видели да все троём не видим да мастер считает раз два три да насчет три нам нужно повернуться одновременно в центр через одно плечо ну в смысле либо через лево либо через право я никак не договариваюсь просто нужно почувствовать ну давай считай раз два три нет нет ну все понятно мы еще не одна семья и так далее таких простых очень штучек можно набрать очень много да это очень простые модели на самом деле даже сложные огромные модели как вот у нас модель работы модель экономики работы карты вчера да никто же не разобрался как она там работает почему красный почему зеленый свет туда зашита была такая сложная модель сложного взаимодействия того вот эти оценки этих там и что мы сами тоже не понимаем да ты что показываешь да не модель не модель смотрите на самом деле модели вообще всегда простые просто сложный модель это сборка множество моделей сложных связи вот так как правило все модели они простые они тем и хорошие в смысле модель тем лучше чем она проще вот как бы у моделей есть вот это объяснительная разрешающая способность ну потому что можно сделать такой модель который уже ничего не объясняет как бы мы там я беру два коробка кладу на стол вот и говорю давайте играете что нибудь вы таки играете там в эти коробки вообще-то модель вселенной была вот эта материя это антиматерия как бы но в некотором смысле наверно да можно так это понять но как бы это уже совсем что-то да в этом смысле разрешающая способность модели должна быть то есть это нужно проверить взять любого другого человека и попробовать на нем а ты хоть как-то понимаешь там к чему это да то есть и в этом смысле прям прям катать суть ясна да вот про вот этот ход лучше это делать в диалоге потому что вот сразу же прям проверять да понятно дело что как бы если ни разу этого не делали то это может ну быть поначалу трудно но вообще это принципиально возможно с любыми людьми мы прям проверяли школьники прям сами начинают придумывать игры вот прям в процессе вот тут при нас там берут причем я говорю что вот с этой штукой с этой схемкой можно начать с любого места я чувствую что школьником хочу провести игру есть оболочкой я так понимаю что там не знаю посмотрю сейчас вот выйдет этот изгой один продолжение звездных войн я так посмотрю его и увижу там блин как там красиво все вот они там с этим пластырем у них такая одежда как мне хочется школьникам провести такую игру вот я думаю а что бы через вот это все эти мечи там вот этого заводить что бы можно было замоделировать а так можно другой социальный строй замоделировать я хоп перехожу сразу же там к модели вот он думаю что-то у меня бессмысленно все это получается а не ну я хочу с ним поговорить о правах человека хоп у меня появляется задача да можно пойти наоборот от модели как бы я там и тут какой-то по городу и тут придумал елки а вот и правда ведь можно же там я думал об отношениях вдруг придумал что вот через такую-то модельку можно проигрывать отношения что отношения это это такая ну я думаю там про свои отношения думаю что такая такая странная связь когда между нами есть что-то и как только как только на провисает плохо но и как только рвется плохо я думаю блин а если создать такую штуковину которую между людьми поставить и вот у них там вот такое вот есть как бы взаимодействие можно было бы отмоделировать процесс отношений семьи да и да да не знаю какой длины соответственно если она провисает плохо если она рвется тоже плохо как бы и вот мы придумали модельку отсюда можем шагнуть в оболочку и задачи куда угодно это правда основной критерий вот это вот даже не критерия основная такая штука характеристика вот работа с этой штукой это вдохновение то есть как только у меня появляется вдохновение из любой области дальше я могу вот шагнуть любую другую область да да а 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 это непростой вопрос потому что сейчас собственно но у нас вот конкретно там в нашем сообществе там в петербурге все мы сталкиваемся с такой ситуацией как набор мы придумали офигенную игру вот прям вообще супер там она у нас ужасно прет есть какое-то количество людей которые тоже ужасно такие прыгают уже ну когда же она начнется но мы понимаем что для игры нам нужно 50 а не 15 и дальше начинается мучительный процесс объяснения каким-то другим людям зачем им туда прийти а еще ведь как правило это стоит денег там даже не потому что мы на этом зарабатываем но вот там есть костюмы это как правило происходит не в городе там ну надо куда-то ехать там какое-то прощение снимать вот это сложный процесс сейчас есть всякие разные порталы вот интернет на которых размещают эту информацию об играх есть целое сообщество людей которые играют там в ролевые игры в деловые игры еще в какие-то игры но как правило все равно даже даже это если вы там не супер известный мастер да с мировым именем каким-нибудь есть такие да то это совершенно не значит что если там разместительную информацию к вам придут если вы начинаете как бы с нуля и вас сейчас не интересует собрать полторы тысячи человек на игру про которую вообще никто ничего не знает это вы просто да то сарафан на радио конечно представлять лучше вот прям по этой схемке игра задача игры такая то ну то есть я вообще хочу поговорить об отношениях в этой игре мир скрывается да соответственно игра вот про модель игра будет поскольку если модель будет понятно где и как это происходит да игра будет происходить за городом в лесу потому что мы моделируем это через то что нам нужно будет там лазить по деревьям ходить по канатам сидеть у костра да ну соответственно и про палочку соответственно вы все будете ходить в костюмах первобытных там людей как бы носить шкуру и вообще у нас вот из этого какая целая история описывает лучше сразу же историю вот эту целиком прям как бы давай какой-то ну такой художественное описание но прямо используя то что у вас есть в игре и это точно работает в смысле того что как бы это даже грамотно делать потому что потом когда человек приходит если вы описали только сарафанчик только оболочку они приехали на оболочку смысле они приехали в школу в школу посидеть там со своего костра и шашлык пожрать и не знаю что там мухоморов каких-нибудь а вы тут еще какую-то модель заносите про отношения чего такое что ты лезешь поэтому лучше сразу все туда упаковывать и так так ну вот у нас осталось 15 минут нет 10 минут черт мы сейчас не успеем вторую какую-нибудь такую разобрать наверное модельку да давайте так и успеем есть есть такое желание большое что хочется или вопросы или еще одну какую-нибудь игру придумаю что хотите давайте тогда ну тогда у кого-нибудь есть желание создать игру да есть рука давай сюда допустим антивоенная игра военная игра антивоенная да хорошо я тоже задумался военная игра правозащитники собрались хорошо антивоенная игра на кого если уж совсем так о чем мечтается для людей которые каким-то образом либо пострадали от войны либо были участниками это я правильно понимаю взрослые люди да да что ты хочешь чтобы о чем поговорить с ними ну просто просто про войну они знают больше чем ты про возможность про возможность про возможность после этого существовать жить то есть ну вот я сейчас прям сразу слышу что это очень серьезная задача да которая там как бы не к тому что там про отношения не серьезное в смысле наверное тоже серьезное но тут просто важный момент что здесь мы будем играть с травмой да частью да потому что ты говоришь что эти люди либо протклили либо пострадали да и теперь нужно как-то жить то есть по сути такая психологическая игра вот ну давай поймем какой школе что нет не успеем за 10 минут мы сейчас не успеем и приду мы хотим пару слов сказать просто какую сторону думать вот сама как думаешь это какой школе будет относиться к мистериальной театральной или подозреваю что к мистериальной потому что ну вот с травмой работать под руками да у меня тоже скорее всего такое ощущение я бы брал толпу психологов я бы брал людей которые это пережили и сейчас прямо вот уже живут по другому и пытался бы вычленить что с ними такое произошло вот с этими людьми которые по другому уже живут вот какой такой опыт можно дать пережить, причем в сжатых сроках, не там, не 10 лет я проболтался тут, там, сбежав из, ну, или переехав в свое место, где была война, да, а вот в сжатых сроках какой опыт надо дать пережить, чтобы у человека появились вот эти, не знаю, там, какие-то силы, какое-то вдохновение, какое-то желание жить по-другому дальше, да, но это очень серьезный запрос, то есть это прям вот вызов, ну, если мне предложили делать такую игру, я бы ощущал, что это вызов очень серьезный, да, ну, можно пробовать, можно начать с малого, то есть прям вот взять тех, кто готов про это говорить и начать с ними говорить и как бы моделировать, что надо пережить, вот, и попробовать давать это людям пережить, ну, там, фильм посмотреть, там, если они говорят, что я вот посмотрел фильм, там, не знаю, «Жить как чудо» и «Мира Кустурица», и после этого я вот начал как-то по-другому жить, да, и мы берем, показываем людям, там, и «Мира Кустурица», вот, и «Мира», вот, и смотрим как это работает что я встретил там девушку или молодого человека случилось там любовь морковь или что ты после этого появились или там еще что-то или мне были друзья и еще что-то или я очень часто был насколько я знаю я не просил это не знаю что человек который пережил серьезно потом попав в ситуацию где он переживает следующую травму грубо говоря он стоит на пороге смерти проходит через это и это перекрывает предыдущий опыт и вот что там у него записывается но ты понимаешь да что играть с этим это будет как бы да это будет но это можно думать так все друзья время у нас совсем уже заканчивается есть какие-то у вас вопросы у нас есть пять минут на вопросы есть вопросы да один из я так понимаю что элементы из разных школ они удачно вместе совмещаются вот всегда ли они удачно вместе совмещаются или есть какие-то вещи которые друг другу мешают там и делаем вот уже используя любые разные инструменты потом какие-то есть отбивки когда мы рефлексируем которые садимся отчет у нас получается слушать какая-то мистериальная игра а у нас вообще-то аудитория там 3 плюс и как-то что-то вот им там про жизнь и смерть переживания наверно не надо заносить ну или наоборот мы играем со взрослыми людьми отчет у нас какая-то совсем но модельная получается да игра техника и наоборот мы играем вот вот с вами данному допустим придумали абсолютно театральную игру она вообще никуда бы не пошла то есть люди еще должны вот внутренне согласиться что сейчас мне нужно отыгрывать еще раз были какие-то костюмы как раз выиграли в первобытное общество за то чтобы всем раздеться там условно наклеив на какие-то места листики вот и вот разрисован как мы вчера были на лице зону щеголять там и что-нибудь друг другу где много бы из вас народ согласилась на это я думаю что не очень все идет на самом-то деле конечно задачи то есть очень важно все время сверяться с тем что причем не важно когда я задачу придумал там я мог придумать раньше позже там могут быть совместимые вещи но они скорее всего будут не совместимы не внутри не смысле там какие-то инструменты театральной игротехники права речь это противоречит мистериальный или модельный а скорее всего они противоречат каким-нибудь моим задачам аудитории условиям там я придумал игру но мне для этого нужен шар диаметром 800 метров да и у меня бюджета там 5000 рублей 10 евро и то есть в принципе так грубо говоря антураж например не мешает пониманию каких-то вещей не мешает не мешает пониманию понятное дело что если там для проведения своей игры ты пригласишь там болит торги вместе с файер-шоу а вообще игра у тебя про допустим ну вообще эти игры модельные играет ты хочешь чтобы люди подумали о смысле жизни не даже не о смысле жизни конкретное там подумали не знаю про экономику да то конечно если у тебя там 90 процентов времени там прыгают люди и машут фаерами наверное но это очень много костюмов убираем костюмы там сводим до ним очень много модельных каких-то ходов как которые люди все забудуются в наших этих моделях как бы меняем их на костюмы ну это это все очевидно такие иглы игры психологические до тренинги где опасные инсайты могут происходить с людьми в результате если например эта история которая не пришла к тебе сама а вот это те же самые школьники или там даже аудитория которая пришла к тебе сама если какие-то способы может быть волшебный такой способ на этапе разработки как можно немножко перестать хорошо до 6 утра сегодня рефлектируем вчерашнюю игру ровно не только об этом но об этом тоже насколько человек имеет право делать такие вещи как он за это отвечает это сложный вопрос если ты работаешь со школьниками а ты работаешь с ними уже в опасной зоне в смысле театр это всегда переживание я не знаю никаких мерок есть законодательство его можно почитать там в общем то есть и этически но и этика который который ты можешь операций это тоже сильно и подсорья и стириле чем то общем почти но только отбиваться тех кто придет тебя обвинять то что не право такие как то вам придется колотить команду, в смысле сколачивать или присоединяться, где вы много-много часов проведете за вот разборами вот этих вещей. Вот там со слезами, соплями, мутюгами, с чем угодно. И с тем, что там, ну, будьте готовы. Хотел сказать, что этот вопрос тоже очень часто мы задавали себе, потому что мы занимались разработкой игр. И для нас ответ, конечно, да, это все сложно, но из простых, то, что ни в коем случае нельзя отказываться от рефлексии, а часто многие мастера этим пренебрегают, это очень важно. И желательно иметь в команде хорошего психолога на случай, где нужно было бы человека потом откачивать. Вообще, кстати, слово говоря, ну, грамотный народ считает, что игра без рефлексии вообще не игра. То есть игра без рефлексии – это развлечение. Вот, какие бы смыслы туда ни закладывали, причем рефлексии всегда сделать очень трудно. Вот, это правда трудно. Ну, про полторы тысячи человек вообще никто не говорит, но даже на 50, на 60, на 70 человек никогда не понятно, как. Потому что если игра случилась, переживаний много, реакций много, всего много. И вот, что делать, как бы снимать, ну, как бы начинаем рефлексировать, и все начинают, а я, вот, а я, тра-та-та-та-та-та-та-та-та. И как бы очень много впечатлений рассказывают, как бы. Ну, и с одной стороны надо дать рассказать, а с другой стороны мы же не можем, там, 2 часа игру, и потом 18 часов рефлексию делать. Да, рефлексивная группа, вот здесь, помните, вчера, как бы единственный способ, который вообще сработал, как-то вылил на содержательное, когда мы разбились на группу. Мы изначально хотели разбиться на группы, но из-за того, что, как бы, там, все пошло, вот, каким-то образом, вот у нас так получилось, что уже будет сложный такой момент. Да. Вот то. Вчера затронула, мне вдруг вспомнилось сказать, ну, важную вещь, когда, ну, в... когда мы работаем с игрой, для меня очень важно понимать еще такую вещь, что игра никогда не врет, и то, что происходит на игре, вот мы создали какое-то поле, но это проявляется то, что происходит в поле. И там вот про вчера стало много понятно, ну, не много понятно, но много... Видно. Видно про то, что мы думали, что происходит, что... То есть так, так. Это можно дальше разбирать, это очень, там, интересно, в том числе и для нас было и... И будет. Будет. И здесь очень важно относиться для меня к игре, как к такому живому процессу. То есть, ну, мы что-то планировали, что-то делали, но вот... Если в игре все пошло так, как вы задумали, с самого начала до самого конца, и в конце случилась грамотная рефлексия, где, там, ровно по 10 минут на каждое высказывание игра не произошла. Произошел механический процесс взаимодействия, типа, там, я тебе кассир, ты мне покупатель, и такое, вот... Вообще, мистериальная школа игротехники — это про то, когда игра всегда выходит за рамки игры. Всегда. Вот просто, то есть, как бы... С театральной модельной попроще. Ну, и там тоже бывает так, что мы играли-играли, там вдруг какой-то момент случается вообще неигровое взаимодействие. А вот мне пришло в голову, вот, если вернуться к той схеме, которую вы предлагаете, как там придумывать игры, из чего состоит игра, возможно ли включить одним из элементов, вот таким же, настолько же важным, как эти три, рефлексии, поскольку мы про нее так говорим, серьезно. Ну, то есть, это... Да, давайте, давайте попробуем вообще схему дополнить. Возьми сюда рефлексию просто. Да, и в этом случае, вот, мне просто пришла в голову такая идея, нельзя ли вообще начать моделирование с рефлексией? Не знаю. Вот это, кажется, абсурдной мыслью сейчас мне. Но, может быть, надо попробовать. Я вот даже, знаете, бы сейчас, наверное, прям с сегодняшнего момента считал, что мы переделали нашу схемку, вот, и, правда, надо внести рефлексию, даже если это совсем. Просто мы такую съемку делали для школьников. Ну, как бы она откуда родилась? Когда им, да, когда мы объясняли там, ну, самую элементарную вещь, как бы, там, и правда рефлексия, ну, не очень уместна, как бы, ну, совсем неуместна, да. Но, вообще, может быть, надо ее внести, и здесь, может быть, тогда объяснять, что это не только рефлексивность, как мы понимаем там взрослым между собой, но это может быть там любой принцип обратной связи, вообще любой принцип обратной связи. это помогает тем кто играл и тем кто играл как бы задачи типа я хочу поговорить и мы собственно не вносились в рефлексии потому что как бы ну всегда то что есть задачи есть как бы некоторые пройдя весь этот круг мы обязательно возвращаемся пытаясь понять а насколько мы просто не выносили но мне кажется более удачно выглядит вообще я бы следующих группе рассказывал бы уже вот эту модель так что спасибо вот это прям вообще очень хорошо дополнили все давайте остановку мы 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 Продолжение следует...